Виктор Гюго 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 Вдруг вошел странствующий торговец, остановившийся в харчевне, и грубо крикнул «Почему не напоили мою лошадь?» Заглянув под стол, трактирщица закричала «Ну-ка вылезай! Ступай, напои лошадь!» «Ну, сударыня!» – робко возразила козета «Ведь в катке нет воды!» «Так беги и принеси, лентяйка!» «Ну, живо!» «На обратном пути купишь большой хлеб!» «Вот тебе пятнадцать суп!» В лавке напротив харчевни торговали игрушками. На самом видном месте была выставлена роскошная кукла с настоящими волосами и эмалевыми глазами. Козета не могла удержаться, чтобы не взглянуть на нее. Лавчонка казалась ей дворцом, а кукла – сказочным видением. Замерев на месте, она говорила себе, что такой великолепной куклой можно играть только королеве. Внезапно раздался грубый голос трактирщицы «Как? Ты еще здесь, бездельница? Вот я тебе задам!» Схватив ведро, козета со всех ног помчала за водой. Деревня кончилась, и ночной шум леса охватил девочку со всех сторон. Беспредельная ночь глядела ей в глаза. Объятая ужасом, козета побежала, ни о чем не думая, ничего не замечая. Вот, наконец, и родник. Козета отыскала в темноте молодой дубок, ухватила из-за него и погрузила ведро в воду. Она не заметила, как из кармана выскользнула монета. Теперь скорее домой. Но тяжелое ведро оттягивало руки, а холодная вода выплескалась на голые ножки. С мучительной тревогой думала она о том, что меньше, чем за час ей не добраться. Неожиданно она почувствовала, что ведро стало легким. Чья-то сильная рука взяла задушку. «Дитя мое, эта ноша слишком тяжела для тебя», — ласково сказал незнакомый человек. «Дай я понесу». «Как тебя зовут?» — спросил незнакомец. «Козета. Кто же послал тебя за водой в такой поздний час?» «Госпожа ты на рдее». Хозяйка постояла во двора. Грустно отвечала девочка. «Постоял и двор. Хорошо. Там я и переночую сегодня». Разговаривая, они незаметно дошли до деревушки. Вот и булочная. Но Козета совсем позабыла о хлебе, который поручили купить. Зато у игрушечной лавки она опять замерла перед куклой. «Эпонина и Азельма не хотят, чтобы я играла их куклами», — вздохнула девочка. «У меня есть только оловянная сабелька». Когда они подошли к харчевне, она робко вымолвила. «Сударь, можно мне теперь взять у вас ведро? Если хозяйка увидит, что мне помогли его донести, она меня прибьет». На пороге показалась трактирщица. «А, это ты, бродяшка, наконец-то. Куда это ты запропастилась?» «Сударня», — сказала Козета. «Вот господин, он хотел бы переночевать у нас». Между тем человек положил на скамью свой узелок и палку, пересел к столу, на который Козета поспешно поставила бутылку вина и стакан. Вдруг трактирщица воскликнула. «А где же хлеб?» Козета сунула руку в карман фартука, тщетно пытаясь отыскать монетку. Несчастная девочка не знала, что ответить, и окаменела. «Ты потеряла целых пятнадцать су?» — прошепила Теннердье, хватая плетку. Этот грозный жест вызвал у Козеты вопль отчаяния. «Простите, я больше не буду, сударыня». «Я сейчас видел, как что-то выпало из кармана малютки». И, сделав вид, будто он поднял монету с пола, незнакомец протянул ее хозяйке. «Не это ли?» «О, та самая!» — воскликнул Теннердье, хотя монетка оказалась не в пятнадцать, а в двадцать су. Козета опять забралась в свою нору. В ее больших глазах, устремленных на незнакомца, сквозила какая-то безотчетная доверчивость. Между тем дверь отворилась. Вошли Эпонина и Азельма. Бросив на пол куклу, они затеяли возню с кошкой. Кукла была старая и некрасивая, но и она оказалась Козете восхитительной. Девочка осторожно выбралась из-под стола, быстро подползла к кукле и, нежно прижав ее к груди, снова юркнула под стол. Никто ничего не заметил, кроме незнакомца. Блаженство Козете длилось только с четверть часа. Козета, охрипшим от возмущения голосом, закричала хозяйка. Девочка осторожно положила куклу на прежнее место, и, жав свои худенькие ручки, безудержно зарыдала. «Что случилось?» спросил незнакомец. «Да разве вы не видите?» воскликнула трактирщица. «Эта бродяжка осмелилась дотронуться до куклы моих детей». «Только и всего». Незнакомец молча направился к двери и вышел. Трактирщица воспользовалась этим и силой пнула Козету ногой. Через несколько минут дверь отворилась. Старик нес ту самую куклу, что была выставлена в лавке напротив. «Бери», — сказал он Козете. «Это тебе». Козетта поглядела на незнакомца, поглядела на куклу и медленно отступила к стене. Казалось, что она боится даже дышать. Козетта глядела на волшебную куклу с ужасом. Ее лицо было еще злито слезами, но глаза, словно небо на утренней заре, постепенно светлели излучайне-обычайное сияние счастья. Если бы вдруг ей сказали, «Малютка, ты королева Франции», она испытала бы почти такое же чувство. Ей казалось, что как только она дотронется до куклы, ударит гром. До некоторой степени это было верно, так как она не сомневалась, что хозяйка прибьет ее и выругает. Однако сила притяжения победила. Козетта, наконец, приблизилась к кукле и, обернувшись к обаче, застенчиво прошептала, «Можно, сударыня?» «Нет слов передать этот тон, в котором слышались отчаяние, испуг и восхищение». «Понятно, можно», — ответила кабачица. «Она твоя! Господин дарит ее тебе». «Правда, сударь?» — переспросила Козетта. «Разве это правда? Она моя, эта дама?» Глаза у незнакомца были полны слез. Он, видимо, находился на той грани волнения, когда молчат, чтобы не разрыдаться. «Я буду звать ее Катериной», — сказала она. «Видите ли, сударь, мы сами милостыни не просим, но и подавать другим не можем. Мы ничего не зарабатываем, а платить должны много. Патент, податье, обложение дверей и окон, добавочные налоги. Сами знаете, сударь, как обирает нас правительство. Кроме того, у меня есть родные дочери. Очень мне надо кормить чужого ребенка. А что, если бы я освободил вас от этой заботы? Тихо спросил незнакомец. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду козету». «Впрочем, вы, наверное, правы. Нам не под силу лишний рот. Как это ни печально, но деньги правят миром». «Сколько вы хотите, Тенардие?» Напрямую спросил незнакомец. «Вы сами заговорили о сумме, и я называю ее». «Сударь, мне нужны полторы тысячи франков. Думаю, это по-божески. Э? Или нет?» «Переведите козету». Вместо ответа произнес незнакомец. С этими словами он вынул с бокового кармана старый кожаный бумажник и достал деньги. Это был не кто иной, как господин Мадлен, бывший мэр города, и в прошлом беглый каторжник, Жан Вальжан, который не ладил законом. Именно поэтому он решил покинуть харчевню среди ночи. А на рассвете жители деревушки увидели, как по улице шел бедно одетый старик, ведя за руку девочку. Козетта покидала эти края. С кем она не знала, куда, она не ведала. Лишь одно ей было понятно. Она никогда не вернется в харчевню Тенардие. Забегая вперед, добавлю, Козетта шла навстречу большому счастью. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ